Детские аттракционы наконец попали в правовое поле. С 1 января 2023 года за безопасность веревочных парков, каруселей и батутов отвечать будет инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин. Ее специалисты будут проверять исправность конструкции и, если нужно, выписывать предписание. Такое решение сегодня приняли краевые депутаты в опережении федеральных коллег. Мы все помним те события, которые произошли в городе Барнауле. К сожалению, некоторые события повлекли травмы среди детей. Мы приняли решение не ждать, пока на федеральном уровне будет четко определено предмет контроля и надзора и, соответственно, субъекты, которые этот контроль осуществляют, а сразу же свой региональный закон принять. Еще одно решение коснулось оборота сельхозземель. Теперь земля для сельхоздеятельности будет выдаваться без торгов, а размеры участков будет определять регион. Максимальный размер мы устанавливаем 25 гектар и минимальный размер 2,6 гектара. А еще алтайские парламентарии вновь приняли участие в акции «Желание под елкой». В этом году депутаты исполняют мечты 70 детей. У меня две семьи в городе Рубцовске. Я обязательно до Нового года доеду и гручу. Одной семье спортивные принадлежности, второй – акустическая колонка. Каждый ребенок в канун Нового года мечтает о том самом желанном подарке – о машинке, кукле. У кого-то это коньки. Но не у всех семей есть возможность исполнить мечту ребенка. И вот с помощью данной акции мы уже шестой год исполняем мечты ребенка. Конструкторы, мягкие игрушки, наборы для творчества, гитара и многое другое, чтобы мечта каждого ребенка в Новый год обязательно сбылась. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком. Продолжение следует...